Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 832, тема «Покаяние». Как избавиться от злопамятства и гневливости? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть несколько рецептов, но их можно употреблять одновременно натощак и после еды. Серахова 7,39. Подскажите подробно, на кого держите зло и почему гневаетесь, когда? Если ваш наставник не потачик, а строгий, то хотя бы и горькие пилюли он прописал вам, но постарайтесь выполнить, иначе эти вопросы будут вам в укор и осуждение. Ефрем Сирий был обдержим такими же пороками, но впоследствии избавился от них. Приучи и ты себя говорить «Сумел Ефрем, сумею и я, помоги мне, Господи!» Приучись немилосердно укорять самого себя, когда на кого-либо огневаешься. Всегда нужно перед собой иметь конструктивный план исправления, наступать, держать оборону и отступать. На некоторые грехи дается совершенно определенный рецепт, как, например, на избежание блудодеяния. «Только бегство» 1 Коринфянам 6, 18 «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Против гнева и злопомни, помнение, хорошо помогает пост. Если такое случилось, назначь себе срок. Не пить и не есть день, два, три, доколе гнев не погаснет. Умари этого зверя! Здесь нужно держать оборону, задавить, не дать прорваться, держать язык за зубами». Притча 30.33 «Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Представляй, какой ущерб наносит себе гневливый и злопамятный, который, по слову Златоуста, подобен дьяволу». 1 Фессалоникийцам 5.15 «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Притча 15.1 «Гнев губит и разумных, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Притча 19.19 «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притча 29.11 «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Притча 29.22 «Человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит». Сирахова 10.6 «Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом». Сирахова 10.21 «Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся от жен». Сирахова 27.33 «Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладанием ими». Обладаем ими. Иакова 1.19 «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Иакова 1.20 «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Римлянам 12.19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщенье я вас дам», говорит Господь». Ифисянам 4.26 «Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Ифисянам 4.31 «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякою злобою да будут удалены от вас». Субтитры создавал DimaTorzok Ифисянам 5.37 Ифисянам 5.38